Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учи нас, Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 ноября. Житие святого Германа, архиепископа Казанского. Среди боярских родов в московском государстве в 15-16 веке особенным благочестием и ревностью по службе отличался род полевых, потомков смоленских князей. Несколько лиц из сего рода восприняли иночество и отличались своей благочестивой жизнью и христианскими добродетелями. В самом начале 16 века в городе Старице у Феодора Афанасьевича Полева родился сын, нареченный во святом крещении Григорием в честь святого Григория Дикаполита. Это и был будущий великий святильник и ревностный пастырь стада Христова, святый Герман. Благочестия родителей и их строгая жизнь по заповедям Христовым сильно влияли на юного отрока. Еще в молодости он привык соблюдать строгий пост и часто предавался молитве. Родители святого старались насадить в сердце своего сына страх Божий. С юных лет благодать Божия почивала на отроке. Среди своих сверстников он отличался скромностью, кротостью и даровитостью. Не любил он детских игр и шумливой резвости, но предпочитал услаждать свою душу полезными размышлениями и беседами. Благочестивые родители Григория обучали сына чтению Божественного Писания, что было тогда главным образованием. Святый отрок с великой ревностью стал заниматься чтением Божественных книг, Богов вдохновенных. Особенно часто он читал псалмы Давидовы, которые укрепляли и воодушевляли благочестивого юношу. С юных лет он неуклонно присутствовал в храме во время богослужений. Часто удалялся он в уединение и здесь среди тишины горячо молился и размышлял о назначении человека и о промысле Божьем. Святой отрок много думал о щите человеческой жизни. Она мимолетна, как сон, думал он. Человек умирает, и память о нем изглаживается. Столь же скоро приходящие все блага сей жизни, они тленны и быстро приходят, и быстро исчезают. Единое есть на потребу угодить Богу, служить Ему всей душой и любить Его всем сердцем. Благочестивый отрок стал вести жизнь еще более строгую, чем прежде. Особенно он соблюдал пост, так что от великого воздержания едва оставался живым. Но, умерщвляя так свою плоть, он просвещал и украшал свою душу. Видя такое воздержание своего сына, родители просили его, опасаясь за его здоровье, умереть свои подвиги. Но он еще более и более усугублял свои труды. Душа его уже давно стремилась к уединению. Он решил всецело посвятить себя на служение Богу и вступить в число иноков. Испросив благословения у своих родителей, он вступил в Алакаламский монастырь, славившийся строгостью своей жизни. В той же обители уже были пострижены двоюродные братья отца Григорьева. В это время там подвязались будущий первосвятитель Казанский Гурий и блаженный Максим Грек, отличавшийся своим просвещением и невинно заточенный по проискам врагов в этом монастыре. Около 25 лет от роду Григорий вступил в эту обитель, куда потом поступил и его отец под именем Филофея. Вскоре Григорий был пострижен в иночество, причем ему наречено было имя Герман. Восприняв иночество, он стал с еще большей ревностью подвязаться в делах благочестия. Особенно трудился он над изучением священного писания, часто беседовал с просвещенным Максимом и извлекал пользу из этих бесед. По-прежнему он строго соблюдал пост, по-прежнему неуклонно посещал храм Божий. Подавая всем пример своей подвижнической жизни, он отличался необыкновенным смирением и охотно служил братья, исполняя все послушания, возлагаемые на него. Особенно он любил заниматься переписыванием богослужебных книг. Рукой Германа, последнего в иноках, как он сам себя называл, переписаны Богородичник и Евангелие, сохранившиеся до нашего времени. Подвижническая жизнь Германа доставила ему уважение среди иноковолоколамской обители. Они делились трудам подвижника, назидались его смирением и благодарили Господа. Вскоре молва о благочестивой жизни Герман достигла и до родины святого, города Старец. Иноки Старецко-Успенского монастыря, слыша о подвигах Германа, настоятельно просили его принять начальство в их обители. Смиренный Герман долго отказывался, но, наконец, уступая великим просьбам братья, отправился к тверскому архиепийскому Акакию, который с любовью принял святого, возвел его в стан архимандрита и благословил на новое служение. Братья Старецкого монастыря с любовью встретила своего нового настоятеля, которого уже давно желала видеть в своей обители. Ступив в управление монастырем, святой Герман с пастырской ревностью стал заботиться о его благоустройстве. Он воздвигал постройки, благолепно украшал храмы, но еще более заботился он о благолепии внутренним. Он всем подавал пример благочестивой жизни, служил для иноков образцом смирения и кротости, всех назидал, увещевал строго соблюдать иноческие обязанности, ввел в свои обители устав Волоколамского монастыря. Словом, был истинным пастырем, добрым отцом и примером, достойным подражания. Иноки старались следовать стопам своего святого архимандрита и преуспевать в подвигах под руководством столь опытного в духовной жизни пастыря. Но вскоре им пришлось расстаться со своим архимандритом. Стремясь постоянно к уединению, святой Герман через два с половиной года оставил старецкий монастырь, чтобы снова в уединенной келье Волоколамского монастыря подвязаться в молитве и посте. Он передал начальство Старевском монастыре постриженному им иноку Иову, впоследствии знаменитому подвижнику и страдальцу за русскую землю, патриарху московскому. Прибывал Волоколамский монастырь, святой Герман стал подвязаться как простой инок. Но недолго ему было суждено проводить жизнь в уединении и тишине. В Москве тогда появился новый еретик Матвей Башкин, отрисавший веру во святую Троицу, не признававший святых в таинств. В 1553 году на него был создан собор в Москве. На соборное заседание был вызван святой Герман вместе со своим родителем. Собор осудил ересь Башкина и постановил послать его для вразумления в Волоколамский монастырь к святому Герману. Так была известна всем подвижническая и святая жизнь этого ревнителя христовой веры. Но святого ожидало другое, более трудное поприще. Около того времени царем и великим князем Иоанном Васильевичем Грозным была покорена Казань, главный оплот и твердыня татарского казанского царства. Царь московский озаботился распространить свет истинной веры Христовой в покоренной стране между магометанами, язычниками и народцами. В Казани была учреждена архиепископская кафедра, на которой впервые был возведен святитель Гурий, бывший прежде игуменом на Волоколамском монастыре. Святителю Гурию было поручено устроить обитель в городе Свияжске. Настоятелем для этой обители по указанию Гурия был назначен святой Герман, прибывший вместе с Гурием в 1555 году в город Свияжск. Получив богатое пособие от царя и святителей, Герман ревно соначал строить обитель. Много трудовых усилий пришлось ему положить при строении обители. Недостаток необходимых материалов, дороговизна работ, враждебные отношения инородцев – все это затрудняло и замедляло строение монастыря. Но при помощи Божией через полтора года работы были закончены. Святой Герман построил Никольскую церковь, существующую до ныне, и при ней высокую колокольню, потом возник великолепный, сохраняющийся до этого времени храм в честь свестного и славного успения Божией Матери. Герман благолепно украсил сии храмы иконами и другими священными предметами. Особенно ревностно заботился Герман о распространении истинной веры Христовой между магометанами и язычниками. Строгая и подвижническая жизнь святого пастыря многих привлекала к нему. Одни приходили за советом, другие – за благословением. Зваженный всех принимал с любовью, не делая различия между православными и неверующими, всем людям равно помогая, ко всем одинаково попечительно относясь. Такое обхождение святого мужа сильно действовало на язычников, так что те стали принимать истинную веру Христову. Святой Герман щедро помогал всем, кто обращался к нему с просьбой о помощи. Но щедрый и милостивый к другим, святый был строг и требователен к себе. Еще до сих пор сохраняется тесная и узкая келья святого длиной с полторы сожения, шириной около сожения. Помогая всем, он сам старался обходиться без посторонней помощи, сам себе чинил одежду. До сих пор сохраняются наперсток, иглы и нитки, которыми пользовался святой Герман. Заботясь о спасении своей души, сей добрый пастырь не менее заботился и об иноках в свяшской обители. Подобно настоятелю, все иноки обязаны были проводить самую строгую жизнь. Из среды их святой Герман избирал достойных проповедовать Слово Божие среди неверующих, сам подавая им в этом пример. Трудами святого было собрано большое количество рукописных книг, богослужебных и других, необходимых для великого дела проповеди. Свеяшский Богородицкий монастырь был средоточием, откуда стал разливаться свет Христовой веры. Благодаря неусыпным попечениям святителя, сия обитель исполнила свое высокое назначение и долго еще оставалась просветительным центром на северо-востоке России. Узы братской любви связывали святого Германа с Боженным Гурием. Этот архипастор ценил заслуги и труды такого ревностного сподвижника, каким был Герман. Они часто переписывались о различных предметах, касающихся церковного просвещения. Со своей стороны святитель Гурий оказывал ревностному проповеднику Христовой веры доверие во всем. Он поручил суду и управлению самого Германа не только Свеяшский монастырь, но и все церкви Свеяшской области. Все его труды были известны и царю. Так более восьми лет подвязался святой Герман. 5 декабря 1563 года после многих трудов и подвигов мирно предал Господу свою чистую душу первосвятитель казанский Гурий. Царь Иоанн Васильевич Грозный, митрополит московский Афанасий, вызвали в Москву святого Германа, желая возвести его на архипасторский престол в Казани. Они уже прежде слышали много о ревности этого святого мужа и видели в нем единственного достойного преемника святителю Гурию. Святой Герман, вызванный соборной грамотною в Москву, сначала отказывался, но потом должен был уступить требованиям царя и освященного собора. 12 марта 1564 года он был рукоположен в архиепископа Казанского Иссияшского. Правя своей пастрой, он неуклонно шествовал по следам своего великого учителя и наставника святителя Гурия. Особенно ревностно он заботился о распространении христовой веры. Для сего он ввел общежитие в Зилантовском монастыре, чтобы увеличить число иноков в этой обители и расширить школу для детей и народцев. Один из его современников, знаменитый в русской истории князь Курбский, так отзывается о святителе Германе, «Герман был человек знатного рода, не столько высок телом, сколько разумом, муж честного и святого жительства, исследователь священных писаний и ревнитель по Бозе в делах духовных. Не был он причастен никакому обычаю лукавому лицемерию, но был человек простой, истинный, непоколебимый, великий помощник, объятым бедами и напастями, и весьма милостивый к убогим». При содействии святителя в Казани был построен тогда Ивановский Казанский монастырь, существующий до этого времени. Это видимый знак ревностного старания святителя о благолепии храмов Божьих. В таких трудах святитель управлял Казанской пастрой около двух лет. В 1566 году митрополит московский Афанасий по расстроенному здоровью отказался от управления церковью. Строгая и подвижническая жизнь святого Германа хорошо была известна Грозному, и он пожелал, чтобы Герман занял архипастерский престол. По распоряжению царя святитель Казанский был вызван в Москву. В то время в характере Иоанна произошла печальная перемена. Подозрительность, которой он отвечал себе прежде, стала увеличиваться. Он окружил себя толпой недостойных опричников, которые злоупотребляли доверием царя и чинили несправедливости и притеснения. Вызванный по воле царя в Москву, Герман сначала отказывался от возлагаемого на него бремени. Царь не терпел возражений, и Герман должен был поселиться в покоях митрополитчих еще до посвящения сам митрополита. Недолго, однако, ему пришлось пробыть здесь. Он видел, какие несправедливости причиняют людям злые приспешники царя. До скорби замечал, как сильно изменился характер Грозного и не мог стерпеть. Верный своему пастырскому долгу, он попытался вразумить царя, говорил ему о необходимости чистосердечного раскаяния, о будущих муках и о вечном блаженстве. Грозный царь не мог вынести обличение блаженного святителя. Он с сумрачным видом вышел от Германа. Опричники, узнав об этом, стали уговаривать царя. Они хорошо знали святителя, понимали, что этот пастырь – грозный для них обличитель, который будет немолчанно и смело говорить правду царю. «Великий государь, – говорили коварные опричники, – не пристало тебе внимать бессмысленным речам твоего раба? Неужели ты хочешь быть в неволе более тяжкой, чем в какое бы столько лет был у Сильвестра и Адашева?» Более всех против святителя говорили царский любимец Алексей Басманов со своим сыном. Все опричники неотступно просили царя, чтобы он не возводил Германа на московскую кафедру. Грозный послушался своих любимцев. Он повелел передать Герману – ты еще не возведен в митрополе, а уже отнимаешь у меня свободу. Около двух лет святитель пробыл в Москве под опалой. Его не отпускали в Казань, хотя он считался архиепископом казанским. В это время его держали под надзором приставов в заключении. Но нелицемерный обличитель неправды и в неволе был страшен опричником. 6 ноября 1567 года последовала кончина святого Германа. Как думают опричники, были убийцами этого святого мужа. Бывший в Москве пресвятитель архимандрит Свеярского монастыря Иродион предал погребение тела святого Германа при церкви святого Николая, именуемого Мокрым. Но Господу было угодно прославить своего угодника чудесами и различными знамениями. При перестройке Николаевской церкви были обретены мощи этого святителя. В 1592 году жители Свеярска, услышав о чудесах от мощей святого Германа, обратились к царю Федору Иоанновичу, всероссийскому патриарху Иоу, с просьбой о том, чтобы им было позволено перенести мощи святителя из Москвы в Свеярский монастырь, основанный самим святителем. Просьба эта была исполнена. 25 сентября 1592 года мощи святителя были торжественно встречены жителями Свеярска. Много чудесных исцелений и знамений произошло при всем. Лишь только мощи святого Германа были внесены в Успенский храм Свеярской обители, великое благоухание распространилось по всему монастырю. При этом прозрели два слепка и совершилось много других чудес. Спустя более 100 лет, в 1696 году, мощи святого были вновь свидетельствованы. И с этого времени началось всеобщее празднование памяти святителя по всей России. В 1704 году мощи святителя были перенесены из алтаря Успенского храма в самую церковь. Это перенесение произошло 23 июля 1704 года при митрополите Тихоне. Память об этом событие торжественно совершается и до сего дня. Таково было житие святого Германа, таковы его труды, его твердость в христовой вере. Последуем и мы сему подвижнику, поревнуем его добродетельной жизни. Будем постоянно иметь перед своими душевными очами этого великого святителя Церкви Российской и призывать его святое имя, дабы он молил за нас, Господа. Ему же слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok